Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей, и вы находитесь на канале GuitarMoney. И сегодня нас ждет очередной воскресный влог. У меня есть некая информация для тех, кто хочет принять участие в конкурсе, или же уже принял участие в конкурсе, где мы разыгрываем электрогитару. Также нам надо съездить в магазин PopMusic, я там заказал коробку, картонную коробку для электрогитары, которую нам надо сегодня забрать. Ну и как в обычном влоге, просто поболтаем, я вам покажу что-то новенькое, расскажу о своих мыслях. Ну что ж, поехали! Давайте сразу объясню в самом начале видео, чтобы больше к этому не возвращаться. Как я говорил, участников будет всего 50 человек, и среди них будет разыгрываться электрогитара. Второе место это у нас будет примочка Coco Overdrive, и третье место будут струны. У нас уже 59 человек, но, как я говорил, разыгрываться призы будут только между патронами. Те, которые оформили именно платную подписку. Среди этих людей, которых сейчас 9 патронов, 30 человек. То есть мы будем смотреть именно вот этот список, чья оплата в этом месяце прошла. И среди них мы будем разыгрывать эти три приза. Так что, друзья, если вы имеете статус фолловер, то вы, к сожалению, не будете принимать участие в этом конкурсе. Я, конечно же, ни на чем не настаиваю, просто я переживаю за тот момент, вдруг кто-то из вас при регистрации не все до конца понял. Так что, если вы действительно хотите принять участие в конкурсе, то вам нужно иметь статус патрон. Какое еще преимущество имеют патроны? Например, вот это видео патроны увидели на несколько дней раньше, чем это видео вышло на основном YouTube канале. Записи, например, вот этих стримов остаются теперь только на Патреоне. На основном YouTube канале я их оставлять не буду. Стрим прошел, и я его сразу скрываю и добавляю именно сюда. Как я уже говорил, я это делаю из-за того, что стримы очень плохо влияют на статистику самого основного канала. Плохое удержание аудитории, потому что видео очень длинное. Никто не будет смотреть его, наверное, полностью за один раз. Если вы посмотрите половину только видео, то именно по вам статистика будет по удержанию 50%. 50% это очень плохо, так что такие видео на канале я оставлять не буду. Один из моих патронов попросил выкладывать стримы сюда, чтобы их можно было посмотреть. Ну, я с удовольствием это делаю. Так что, друзья, если вы еще не подписаны, но хотите поддержать мое творчество, мои начинания, то обязательно вступайте к нам в Патреон. Вот, и также нам сегодня еще нужно будет съездить в магазин Pop Music. Позавчера я заказал эту коробку, ее привезут в магазин на Нагатинской, по-моему. Да, точно, на Нагатинской. И я поеду забирать эту коробку. Эта коробка мне нужна для того, чтобы отправить победителю его гитару. Речь идет именно об этой электрогитаре. Это недорогая электрогитара, но, как оказалось, очень и очень неплохая. Отправлять я буду вот в этом чехле. Тоже очень прикольный чехол. Чехол стоит не так уж и дешево, если честно, но какой-то чехол отправить нужно. Все это я обмотаю стреч-пленкой и упакую в ту коробку, которую я только что вам показывал, и за которой мы сегодня еще поедем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно же, все те патроны, которые участвуют в конкурсе, к сожалению, не покроют все мои затраты материальные. Гитара, чехол, коробка отправить. Но я надеюсь, что благодаря этому конкурсу я сделаю некую приятность вам. У вас будет надежда выиграть электрогитару. А надежда ведь она дорогого, как говорят, стоит. И, возможно, надежда даже иногда бывает чуть лучше, чем сам итог, так скажем. И я надеюсь, что благодаря этому конкурсу мы создадим свой некий костяк, так скажем, свою семью. И дальше будем вместе поднимать и канал, участвовать в каких-то розыгрышах. Я постараюсь делать их как можно чаще. Будем что-то покупать с того же Алиэкспресса, заказывать на деньги, так скажем, с Патреона. Потом делать обзоры, какие-то примочки, возможно, даже гитары, если у вас когда-нибудь станет чуточку больше. И все это в дальнейшем я буду разыгрывать среди вас же. И мне кажется, что это очень неплохая практика. Так скажем, взаимовыгодные условия. Вы мне помогаете материально. А я постараюсь максимум вкладывать в канал. В дальнейшие конкурсы. Конкурсы должны помочь раскачать канал. Ну и плюс вам тоже. Вас сейчас 30 человек. И выиграть 3 приза среди 30 человек, это достаточно неплохой шанс. Если взять, например, другие каналы, где участвуют по 600 участников, тоже на 3 приза, или даже на 1 приз, ну согласитесь, что 30 человек, это даже есть какой-то шанс. Если раз в месяц, раз в 2 месяца устраивать конкурсы, то когда-нибудь кому-нибудь повезет. Так что я надеюсь, что удастся создать некую такую семью, и дальше будем развиваться вместе с вами. Нет, сегодня я, пожалуй, не буду показывать гитары Savita. Я их, конечно, постоянно добавляю, добавляю, отмечаю в избранное, потому что под предыдущим роликом уже были хейтеры, которые говорят, ооо, гитара Savita, не зашло, не зашло, полный отстой. Сегодня не буду их показывать. Еще я вам хотел показать вот такую гитарку. Это мое последнее приобретение. Ну и те, кто часто бывает на стримах, да даже ролик я уже снимал с этой гитарой, ну, те, кто часто бывает на стримах, те видели эту гитару, я про нее уже рассказывал. Блин, смотрите, на улице так пасмурно, и света не хватает, чтобы снимать. Даже вот этого света не хватает, чтобы снимать. Приходится ставить еще и софтбокс. Софтбокс. Вот так вот. Но что я могу рассказать об этой гитаре? Поменял я на ней струны, я ее отстроил, как уже говорил, кстати, это Squire Affinity. Надеюсь, будет видно вот с этого ракурса. И что самое интересное, на ней уже стоял бриджевый хамбакер, рельсовый мини-хамбакер от Fokin'а. Вот так он выглядит вблизи. Гитару я, естественно же, уже разбирал. Хотел посмотреть, что это именно за хамбакер, но я так и не понял. Там написано, что это Custom, и стоит дата. Я написал Илье, но он тоже, к сожалению, мне не сказал, что это за хамбакер. Он мне сказал, что там может быть все, что угодно. Единственное понятно, что этот хамбакер делался именно под этот телекастер, потому что, как вы видите, у звукоснимателя для телекастера не очень стандартное крепление. Если мы возьмем обычный сингл, то крепление будет здесь и здесь. Тот же Stratocaster. А именно на телекастере крепление стоит вот таким образом. Этот хамбакер не очень мощный по выходу. Он слабже, чем мои Fokin' Grizzly. Ну, естественно, он слабже, чем мои EMG. Он слабже, чем мои Gibson'ы. Но метал, вполне на нем можно играть. И я, кстати, эту гитару брал не для того, чтобы записывать там с ней что-то, а просто, чтобы заниматься. Гитара суперудобная. Она мне даже показалась еще более удобная, чем мой Ebonese на Ebonese. Мне вот не нравится именно вот этот плоский гриф. А здесь гриф он как у Fender. Он кругленький, он узкий, он очень приятный. Лады, чуть-чуть износ на них есть, но износ, так скажем, не критичный. И эта гитара мне понравилась настолько сильно, что если когда-нибудь придет время менять на ней лады, то я с удовольствием поставлю на нее нержавейку и буду играть дальше. Гитара в таком весьма потрепанном состоянии, если это можно видеть, кучу сколов. И даже я, когда снимал вот этот пигард, под ним краска ярче, чем здесь. То есть, произошел такой, так скажем, естественный релик. Это гитара 11-го года, и за эти 7 лет краска успела даже выгореть и слегка еще пожелтеть. Под этим пигардом краска ярче. Это мне очень нравится. Гриф тоже уже такой, так скажем, от пальцев поигранный. И вообще, эта гитара мне чем понравилась, она очень похожа на естественный релик, так скажем. То есть, гитара со временем состарилась. Тот релик, который делают обычно на заводах, где шкуркой все стачивают, переходы получаются очень резкие и грубые. Мне так не очень нравится. Эта гитара прямо такая поигранная, но в очень, так скажем, неплохом техническом состоянии. Внешний вид мне все равно очень нравится. Ну, просто бомба. По мне, это супер гитара. Я уже подумываю свой Ибанес продавать. Ну, вот этот звукосниматель достаточно слабенький. Звук такой вяленький. Я написал Илье и говорю, слушай, у вас есть какой-нибудь звукосниматель, чтобы прям стекло-стекло фендеровское было? И он мне сказал, что вроде бы таких нет, ну, давай мы тебе сделаем кастом. То есть, он говорит, мы сможем тебе сделать звукосниматель на телекастер по спецификации стартокастера. И должно быть прямо вообще огонь. Вот этот звукосниматель. Кстати, когда я ему написал дня через два, через три, ну что, примерно сориентирую по срокам, когда можно будет забрать звукосниматель. Он мне сказал, что в принципе завтра приезжаю, он уже готов. Даже в коробочку мне его положил. Очень круто. Вот таким образом он выглядит. Никаких надписей в фоке нет. Хотя можно было бы нанести на вот эту крышечку, если это возможно. Было бы даже прикольно. Вот так. 3200 стоил мне этот звукосниматель. Я обязательно сделаю видео. Мне надо сейчас записать вот этот звукосниматель. Потом, когда поменяю, запишем вот этот звукосниматель. Все сделаем в одно видео. Поиграем через клеечку. Ну и послушаем вместе с вами, стоит ли менять звукосниматели на фоке. Стоит ли менять звукосниматели в принципе. Ну и многие будут спрашивать, почему именно ты хотел фокен. Но у меня уже есть фокен гризли. Очень мне нравятся звукосниматели. Звучат классно. У меня здесь уже фокен стоял, когда я покупал эту гитару. Ну и конечно же, почему фокен? Да потому что они стоят в 2 раза дешевле, чем аналоги, так скажем, американские или еще какие-то. Так что я думаю, сделаем скоро видосик. Сравним этот звукосниматель с гитарой Squire Telecaster Affinity со звукоснимателем Фокен. Я конечно думаю, что я уверен, что фокен звукосниматель будет намного лучше звучать. Ну и в целом послушаем, как эта гитара звучит с хорошим звукоснимателем. Естественно, через какое-то время я сделаю и полный обзор этой гитары. Так что, если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Ну и конечно же ставьте лайки. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, нас ждет много всего интересного. Подписывайтесь на мою страничку в Инстаграме. Ссылочки будут в описании под этим видео. Если же вы хотите принять участие в конкурсе на электрогитару, который закончится 30 или же 31 декабря 2018 года, то все ссылочки на ролик с конкурсом будут в описании под этим видео. Если же вы хотите поддержать мое творчество, мои начинания материально, так скажем, то ссылочки на страничку Patreon тоже будут в описании под этим видео. Ну а меня зовут Сергей, и это канал GuitarMania. Всем позитивного настроения. До встречи на YouTube.